Равк. Саамская сказка. Жили старик со старухой. У них было три дочери, да сыновей сколько-то. Старик помер и старуху взял с собой, а дочек не мог забрать, у них зубы целые. Его сила их не берет. Стариков схоронили, а того не заметили, что старуха не сама померла, а старик ее силком взял. Еретник он был. Остались девицы одни. Вот, две ушли к соседям в гости за озеро, а третья осталась дома. Стало ей скучно, она и заплакала. Чего больше делать? И так она скучала, что проплакала весь день, да и до того вечера. Темно стало, слышит, идет кто-то, ступает одной ногой. Гулка идет из-за горы. Не плачь, дева, не плачь. Скоро я приду, скоро. Обрадовалась девица. Двери оставила полы. Самовар согрела. Питенье и еденье на стол выметало и дожидается того. Вдруг идет, взошел и прямо за стол. Давай, дева, пить скорее, подавай мне есть. Но она его стала поить, кормить. Хвать, похвать, хлеба кладет, не кладет, он все съедает. Нечем гостя кормить, стала. А он одно твердит. Мало, мало. Подай мне пить. Подай мне пори. Пищи просит. Беда. Обшарила девка все кисы и кадушки и сани. Все пусто. Нету, говорит, что было, ты все прикончил. Человек вскочил и девку съел. Только ножки оставил. Вернулись сестры домой. Видят, они сестрены ножки лежат. Чулочки пестры, конешки востры. Ну, что делать, сестру схоронили, поплакали и стали жить. Жили, жили и довелось одного дня средней сестре оставаться дома. Братья и сестра ушли. Сидела она, сидела и до того ей тоскливо стало, что заплакала она и проплакала до самой ночи. Тут ей ветром голос наносит. Иду я, скоро я буду, скоро. Не плачь, девка. И слышно, идет. Одной ногой ступает, то там, то здесь. Гулка таково. Туп-туп. Обрадовалась девка, думает. Гости к ней идут. Вот она стол как следует направила. Скатерть берестовую постелила. Ждет. Вдруг вошел человек. Пить, есть, просит, как не можно скорей. Девка, давай поить, кормить. Что было? Все скормила. Ничего уже не стало. А тот рот с железными зубами раздевает. Глазищами девку жрет. Одно говорит. Мало, мало. Подавай мне пори. Чего девке делать? Она отвечает. Им, им, больше нету. Нечем тебя поить, кормить. Я тебя съем. И хамк пул. От той девицы одни ножки остались. Сам ушел прочь. Остались на свете жить братья да сестрица. Но и опять случилось так, что довелось девице одной караулить. Братья ушли за оленями в дальние Экигоры. Младшая девка была бойка. Она не сидела, не плакала. С утра стала запасать побольше воды. Каждый ушат, каждую посудинку, каждую чашку налила водой. Дров наносила. Полну тупу. Горячих камней наготовила. И собачку к себе приютила. Ну, стемнело. Ночь заводиться стала. Вызвездила. С полохи по небу пошли. Девка не робеет. Она огонь развела. Котел с водой поставила. Камни раскалила. Готовит кипятку. Вдруг слышит, дрожит земля. Гулка камни хрупают. Идет тяжелая нога. К двери пришел. Двери заложены. А, говорит. Хороша лебедка. Да бяля тут. Это значит собака тут. Девка не робеет, знает. Ему собачий дух ходу в дверь не даст. Тут он вдруг вокруг дома обошел, шарпает когтями по стенам, зубами грызет, то за угол хватит, и начал стену грызть. Грыз, 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 грыз. Глаза показались, смотрит на девку, а сам грызет, что есть силы, только щепки сыплются. Стала девица его кипятком обливать, а уж самой страшно. Тот все грызет и грызет, когтями дыру ширит, на девку зарится. Грыз, 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 голова показалась. Тут его собака стала кусать, да он на то не смотрит, зная стенку грызет. Грыз, 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 руку просунул, девку хватает, а не достать еще. Он того пуще грызет, девка спешит и водой, и камнями калеными его донимает. Собачка ему голову грызет. Грыз, 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 грыз. Последнюю щепку как дернет, и вскочил в избу. Да задом-то, за ту щепку и зацепился. Тут зорька заиграла, свет в избу вошел. Равк не смог шевелиться, лег пластом. Когда расцвело, девка к жителям убежала и рассказала все. Так-то, так-то, рассказывает, еретник меня чуть-чуть не съел. Я от него отбивалась и кипятком, и камнями, и собака-то грызла, а отбиться не могла. Свет пришел, и он не смог шевелиться. Жители пришли, вырезали спицу из вереска, загнали ее между лопатками Равка и сожгли его огнем. Равк он был, настоящий Равк.